Салют! Сегодня я расскажу вам о сахарной зависимости, искусственном интеллекте и сотрудничестве старейших вузов страны. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Учёные из Технологического университета Квинсленда выяснили, что употребление сахара вызывает зависимость, схожую с наркотической по механизму действия. Дело в том, что злоупотребление сладостями повышает уровень дофамина, который является одним из так называемых химических факторов внутреннего подкрепления и служит важной частью системы вознаграждения мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия и тем самым влияет на процессы мотивации и обучения. Этот нейромедиатор естественным образом вырабатывается в больших количествах во время положительного по субъективному представлению человека опыта, например, приёма вкусной пищи, приятных телесных ощущений, а также употребление запрещенных препаратов. А в России исследователи из 15 стран – Россия, США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Италия и других – в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ обсудят возможность создания искусственного интеллекта. Основные функциональные аспекты мышления человека можно описать на вычислительном уровне с помощью символенных моделей типа когнитивных архитектур. Создание в машине аналога человеческого субъекта на этих принципах и признание его людьми на уровне равного им персонажа приведёт к технологическому прорыву, который окажет влияние на все сферы жизни. И в заключении в Татарстане Казанский федеральный университет и Московский государственный университет приступают к совместной работе в области медицинской химии. Речь идёт прежде всего о взаимодействии специалистов Института фундаментальной медицины и биологии Химического института имени Бутлерова КФУ с сотрудниками кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза МГУ. Среди направлений сотрудничества – разработка соответствующих образовательных программ для студентов и магистров, а также участие КФУ в экспертизе и обсуждении образовательных программ, разрабатываемых МГУ. Со стороны МГУ также запланировано участие в педагогическом процессе кафедры медицинской химии КФУ. А на этом всё. Субтитры подогнал «Симон»!